Несколько лет назад завод Сибынаргамаш испытывал финансовые трудности, но уже в прошлом году предприятие показало доходность полтора миллиарда рублей. В этом планирует выйти на два миллиарда. Удалось руководству предприятия, коллективу предприятия вернуть доверие рынка. И таким образом сегодня контрактами завод обеспечен с хорошей глубиной аж до почти конца 2022 года, то есть следующего года. Поэтому большое влияние завод оказывает с точки зрения формирования показателей роста, развития промышленности края. Ну и, конечно, это достаточно большой, повторюсь еще раз, и работодатель, и налогоплательщик. Сейчас в штате около 800 сотрудников. За два года объем производства увеличился на 60%. Завод ведет комплексную работу по возвращению рынков сбыта. Это первый этап восстановления предприятия, отмечает генеральный директор Михаил Клугман. Четверть поставок идут на экспорт. От Гвинеи до Индии также готовится контракт с Кубой. Восстановление завода, возвраты его на рынок. Емкости рынка мы оцениваем достаточно позитивно. Но, несмотря на зеленый вектор развития энергетики, то, что мы умеем делать, мы делаем очень хорошо. И оно будет востребовано еще, думаю, не одно десятилетие. Потому что наши котлы работают, как один из посетителей сказал, как автоматы Калашникова, очень долго и надежно. Поэтому я думаю, что лет 30-40 наши котлы еще будут работать. Они требуют, соответственно, ухода и каких-то модернизаций запчастей. Работает предприятие и над сокращением издержек. С 2019 года завод участвует в нацпроекте «Производительность труда». Мы в два раза примерно перевыполнили обязательства, взятые перед Федеральным центром компетенции. То есть за два года рост производитель составил около 60%. Сегодня начинается второй этап восстановления Сибэнергомаша. Руководство завода планирует перейти к поиску профильного инвестора. Вложения могут составить от сотен миллионов до нескольких миллиардов рублей. Артем Тарасов, Дмитрий Козерлыга. Новости.